Это заблуждение. Антихрист, который пытается фактически привести все это в исполнение. И точно так же мы видим лжепророка, который пытается будет именно все это воплотить, продать это людям, чтобы люди купились на это. И то, что мы здесь видим, это информацию, может быть, ее не так много, но не думайте, что потому что здесь нет огромного количества информации в отношении лжепророка. Не думайте, что это что-то повлияет негативно на наше понимание. Но посмотрите, посмотрите, и антихрист, и лжепророк, они будут первыми, кого бросят в огненное озеро. И мы будем смотреть с вами на стихи, чтобы Господь, но предварительно мы помолимся, чтобы Господь дал нам мудрость, чтобы мы поняли эти стихи. Отец, спасибо тебе за то, что помогаешь нам увидеть слово, услышать слово твое. Мы приходим в кротости к тебе и точно так же понимаем, что мы абсолютно в зависимости, в полной зависимости от тебя. Ты так нам нужен. Я молю тебя, чтобы Господь, чтобы ты защитил то, что выходит из моих уст, чтобы то, что я бы сейчас не говорил, ничего из этого не привело к замешательству или загрязняло бы воды того, чем является простое истинное слово самого Бога. Я прошу тебя, чтобы ты проговорил сегодня к нам через слово твое, через духа твоего. И я просто молю тебя, что если кто-то сейчас слушает, кто не знает тебя, я молю тебя, чтобы они увидели красоту Христа. Я молю тебя, чтобы они увидели Христа как единственную надежду их спасения. И я молю тебя, чтобы они доверились тебе, чтобы они обратились к тебе. Я прошу, освети Христа в их сердцах. И чтобы они поняли, что Библия – это книга о Христе. Помоги нам возрастать в понимании Христа, кем являешься ты и Бог. И я прошу тебя, чтобы ты изменил нас, всех нас. Мы не приходим сюда, чтобы извлечь больше информации. Мы приходим, чтобы быть преображенными. Мы приходим к тебе, чтобы измениться при помощи духа твоего святого и твоего слова Божьего. Господи, помоги нам, чтобы мы не были просто слушателями слова, но мы были делателями его, исполнителями его. По имени Иисуса Христа мы молим тебя. Аминь. Давайте посмотрим в 11 стих. И вот я увидел другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим. И говорил он, как дракон. Это по-гречески, это зверь. Это то есть по такой же сущности. Такого же типа зверя. Что это значит? О каком звере идет речь? Это лжепророк, который появился сейчас на сцене. Второй зверь – это точно так же, как антихрист. Это индивидуум, это личность. Это человек, фактически. Говорится, как личность больше. Но является он личностью сатанических исходов, исхода сатанинского. И вот, когда он говорит, он говорит как дракон. И когда вы слышите, как это лжепророк говорит, то все равно, что сатана. Сатана говорит через него. Точно так же мы с вами, как верующие, когда Бог говорит с нами, мы слышим голос Христа. Здесь мы видим голос сатаны, который исходит из этого зверя. Это зверь – это личность. Иногда, когда говорит царь, речь переводится, иногда зверь переводится как точно так же нация. Это либо человек, либо какое-то создание, либо нация, у которой нет моральности. Это все равно, как плохой политик. Есть много власти, но нет морального сдерживания. И здесь мы видим другую личность сатанинского происхождения и силы, но нет моральности за этим существом. Дальше говорится, что есть у него два рога, как у Агнца. До этого был зверя, у него было семь рогов, семь голов, или как там было сейчас, я смотрю. А у него было десять диадем, но семь голов. Здесь другой зверь, мы видим, что выходит антихрист. Сначала выходит антихрист, после этого выходит из земли лжепророк. И вот думают многие, и я с этим согласен, что, скорее всего, это будет какой-то религиозный, именно лжепророк. Это какой-то будет религиозная личность. Но я хочу вам сказать, мы не будем полагать больше значения, чем Писание нам показывает, чтобы нам не заблудиться совсем. Мы только будем извлекать какие-то истины на основании того, что мы здесь читаем. Это явно какой-то индивидуум сатанинского происхождения. Это будет зверь, он выйдет из земли, из земли. И кажется, что он будет абсолютно безобидный, безобидный. Он будет религиозный человек, стремится к миру вроде бы. Но если, вроде бы, как бы он не выглядел, но если на него посмотреть глубже, вы увидите, что он представитель сатаны. И если вы слышите, как он будет разговаривать, это все равно, что сам сатана будет говорить через него. Это хорошее напоминание, что когда мы слышим, и вот это сущность будет говорить, это существо будет говорить, как сатана. И это нам напоминание является в чем? В том, что когда люди, вроде бы они кажутся прекрасными, спокойными, миролюбивыми, но когда они начинают говорить, ты понимаешь, что это не тот, за кого они себя выдают. Иисус говорит, мои овцы услышат мой голос, а есть такие, которые не услышат мой голос. И вот тут вроде бы есть человек, который выглядит религиозным, он вроде говорит о мире. Но при всем при этом Иисус сказал, не слушайте того, кто говорит в противобес Библии. И я вам хочу сказать, если вдруг вы увидите ангела, который покажется у вас в комнате, вы не слушайте его, если он будет говорить вам ересь. То есть то, что мы, как мы должны судить о ком, на основании того, что они говорят в сопоставлении с Писанием. Здесь будут слова говорить со зверем, которые будут противоречить Писанию. И это будет индивидуум, который очень важен. И вот это будет тот, кто попадет первый в огненное озеро. Это будет антихрист и лжепророк. Кто это будет? Это будут именно вот эти два существа. Мы на это обратим внимание в 19 главе Откровения. Давайте посмотрим на 12 стих. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Это лжепророк. Это лжепророк. Это все равно, что публицист, который выходит перед антихристом, при сатаной. Я вам хочу сказать, если посмотреть, у кого был пропагандист самый главный у Гитлера, это был Джосеф Нобелс, который жил на тот момент. Он пропаганду распространял. Тут точно так же лжепророк. Смотрите на него точно таким же образом. И вот посреди испытаний, которые грядут на землю, вот мы видим последняя нация, империя. Это будет конфедерация, состоящая из 10 наций. И вот будет такая держава. И вот второе животное, которое после антихриста, это лжепророк, который будет показывать всем, указывать на антихриста. То есть фактически то, что он будет говорить, это все равно, что иногда в виде на машинах, на машинах говорится, существуйте вместе. Видите ли на машинах наклейки такие, существуйте, вы живите вместе со всем, и христиане, и мусульмане, и буддисты, и все живите. И тут вот такого же рода, вот что-то такого рода произойдет. То есть это будет то, что антихрист скажет. Вы можете удерживать свою религию. Вы хотите, что хотите, то и делайте. Но при всем при этом, да, хотите иметь христианство, но при этом поклоняйтесь и антихристу. То есть, ну пока давайте все соединимся под властью антихриста. Для того, чтобы соединиться, объединиться всем во имя мира. Это то, чего мир сейчас, к чему стремится, от чего желает. Правильно, чтобы у нас было одно правительство, одно правление, одна нация, одно единство, богатство у всех было. Это то, к чему стремится сейчас, стремится к чему сейчас весь мир. То есть, лжепророк скажет, что мы будем с толерантностью относиться и к буддистам, и к мусульманам, и ко всем другим религиям. Но интересно, что в конечном итоге разница будет между вот этой наклейкой, которую вы видите на машинах, что антихристы, лжепророк, они отвергнут христианство в конечном итоге. И они будут с толерантностью относиться к кому угодно, только не к христианству. Вам это вообще звучит знакомо? Вы где-то слышали такое раньше, что мы с вами живем в мире, и мы видим, что так оно и есть на самом деле, где у мира нет никаких проблем, чтобы воспринимать все религии, кроме христианства, и мне нравится Израиль. Вы можете поклоняться кому угодно, чему угодно, но мир не будет с толерантностью относиться, не будет принимать кого? К христианство и Израиль. Потому что мир говорит нам не нужно, чтобы вы говорили, что мы не так делаем, что есть истина, нам не нравится ваш Иисус, и не говорите о Боге Израиле, и нам не нравится Божий народ, нам не нравятся христиане. Я вам хочу сказать, почему это. Потому что все эти религии, которые существуют, они все сами по себе одинаковые. Все религии за исключением именно Божьего народа, все это исполнится. Все эти религии, они одинаковые. Я вам хочу сказать, поэтому можно смотреть на две религии. Все это исполнится в конечном итоге, на кончине века. Если есть религия, которая говорится о том, что есть Библия, крест, воскресение Иисуса Христа и спасение только через Христа. Или, с другой стороны, можно увидеть другую религию, где вы сами изобретаете свою истину, свое божество. Пусть у вас будут свои идеи в отношении Бога. Вы хотите моральные или аморальные вещи делать на основании религии, чтобы вам заработать свое спасение, обрести нирвану и все это обрести свое спасение, которое доведет вас до небес. Вы зарабатываете свое спасение на основании на основании своих собственных дел. И кто получает славу, вы получаете славу. И вот это индуизм, пантуизм, если это ислам, чтобы вы не смотрели все эти различные религии мира. Вы свой моральный кодекс сами создаваете, свои собственные принципы. И вы зарабатываете. Все это одинаковое, потому что все заключается и все вращается вокруг вас. Может быть, вам надо где-то будет больше попытаться, но все вращается вокруг вас. А что по сравнению с этим преподносит христианство? Христианство. И вот почему то, что весть о Христе, о Христе, о Христе, такая оскорбительная для этих людей. Потому что христианство говорит людям, что бы вам ваша мама не говорила, вы нехороший мальчик сами по себе, вы грешник, вы являетесь грешником. И нас в присутствии святого Бога, вы не сможете выстоять на основании своих, так сказать, хороших дел. Вы знаете, столько людей думает, что их будут судить по сравнению с кем-то. Я не знаю, если мы по сравнению с Луной будем судиться. Может, кто-то прыгает повыше, пониже, повыше, повыше, пониже по отношению к Луне. Но мы сравниваем это все равно, что мы не будем сравниваться с чем-то, с какими-то стандартами. Мы с вами будем сравниваться со стандартами, которые установлены Богом, с Его праведностью. Все мы с вами лишены славы Божьей. Все до единого, все оступились, все согрешили. Каждый человек согрешил. Если мы сами по себе на основании своих сил хотим достичь Бога, то мы с вами остаемся безнадежными, потому что это невозможно исполнить. Библия нам говорит, что есть при всем этом надежда, надежда во Христе, потому что есть Бог, который пришел, который пришел, чтобы умереть за наши грехи, не за свои, за наши грехи. Он пришел и победил смерть, победил грех, победил сатану. И сейчас дается нам вера в него, в Бога. И вот Бог обличает наши сердца, Он приводит нас к себе, Господь спасает нас. И кому воздается слава? Бог, Богу воздается слава. Это красота Евангелия. Слава принадлежит Богу. И я вам хочу сказать, все религии разделяются на два этих лагеря. Это точно так же можно сказать то же самое и о ложном, ложной христианстве. Если есть система, если есть религия, в которой говорится, что вы, что вы, где говорится о том, что вы до Бога можете дойти на основании своих добрых дел, хороших дел, которые бы вы сделали, то тогда это лжеучение. И вот то же самое, если посмотрите назад, оглянетесь назад, вы знаете, я знаю, может быть, я вам повторяю эти прописные истины постоянно. Посмотрите на Вавилонскую башню, посмотрите, Господь, где после того, как Господь после наводнения создает человечество заново, люди что делают, они хотят? Нет, опять люди, когда сходятся вместе, они ничего хорошего, они замышляют не хорошее, но плохое, чтобы восстать против Бога, потому что, опять, зачем эту башню Вавилонскую строили, строил народ? Для того, чтобы оставить о себе имя, о себе, не о Боге. И это стало основанием, вот это их намерения, стали намерения людские, стали основоположниками фактически всех религий по земле, потому что человек в центре всех вероисповеданий. И вот человек вышел того момента, начал изобретать свою религию, свое божество, и все это, конечно, если посмотреть на все эти, все это одинаковое. И все это в 10 главе, главе Коринфянам написано, что жертвы приносятся демонам, а не Богу. Потому что я вам хочу сказать, за идолами стоит сатана, за каждым идолом стоит сатана. Я когда думал о том, о чем я буду сегодня проповедовать, я никогда не попадал, предположим, в буддийский храм, чтобы при этом не испытывать какое-то сатанинское присутствие. Потому что также, если я попадал в красивые церкви, которые поставлены, построены на лжеучении, я точно так же ощущал такой же дух, такое же присутствие сатаны. Потому что человек хочет спасать себя самого. Все это сделается для того, чтобы отвергать Иисуса, отвергать Израиль, отвергать крест, отвергать христиан, отвергать идею даже того, что есть ад, есть земля. И вообще этика, это никуда нас не приведет. И вообще этику сами вырабатывайте по своему собственному принципу, мировоззрению, вероисповеданию. И посмотрите, что происходит во всех этих местах, что вы находите, что женщинам всегда достается, в какую бы религию вы не посмотрели. Потому что где нету абсолютной истины Божьей, нету Божьей, там, где не уважают жизнь, не уважают женщин, не уважают, это всегда, всегда, что, всегда, всегда большой, большой человек, который больше другого существа, всегда начинает давить, и всегда опрессия происходит в отношении женщин и детей. Это то, что происходит в религиях, которые не основаны на абсолютной истине Божьей. Опять-таки, все эти религии, все правительства, все эти религии, все правительства, все соединяются, и еще все в один соединится под головой Христа, под головой, извиняюсь, антихриста. И вот дальше, и вот дальше происходит, и творит великие чудеса, этот лжепророк, так, что и изводят с неба на землю пред людьми огонь. Это вспомните, что было, когда посвященники пришли в Египет, которые своими чарами могли производить определенные знамения, когда Моисей появился с Аароном на сцене. И точно так же, мы точно так же можем увидеть то, что написано в «Деяниях апостолов», где были лжепророки, где были какие-то волшебники, которые сделали чудеса. Поэтому очень важно помнить, что не все чудеса происходят от Бога. И дальше, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обращает живущих на земле, говоря о живущем на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Прочитайте эти стихи. И это звучит очень знакомо к тому, что Новохудоносор сделал, где что описывается в Данииле 2 главе. Либо вы будете поклоняться идолу, истукану, который я построил, или вы будете брошены в огненную печь. То есть то, что мы видим в конце, кончине века, три с половиной года, с семи последних лет существования этой земли, все прекрасно будет, мир, покой, чудесно. Приходите и поклоняйтесь, оставляйте свою религию, но поклоняйтесь и зверю при всем при этом. Но что происходит потом? Отвергните все, только поклоняйтесь зверю. То есть это фактически сейчас увеличит, по сравнению с тем, что было при Новохудоносоре, здесь только это кульминирует, и это только увеличивается и в том, что происходит на земле на тот момент, потому что либо будете поклоняться сатане, либо вы умрете. Как весь мир попадет в эту ловушку? И я вам хочу сказать, контроль. В этот момент, через три с половиной года, которые последуют, которые закончатся, сатана будет контролировать, то есть фактически антихрист будет контролировать всю валюту, будет контролировать правительство, будет абсолютно все, включая религию. Вспомните, Новохудоносор, он, Новохудоносор управлял всеми нациями. И что произошло? Новохудоносор заставлял, чтобы все нации поклонялись его облику, его образу. Точно так же в Римской империи были поставлены провинции, где приносились жертву Кесарю, то есть Цезарю, где говорили о том, что Цезарь является Господом. И точно так же мы видим опять, мы уже видели это раньше в истории, происходит здесь то же самое, что было раньше. Поклоняйтесь зверю. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на тело их, и чтобы никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени. То есть то, что происходит сейчас, если вы поклоняетесь зверю, либо это на лоб, английский это на лоб, либо на руку. И если кто-то увидит на лбу или на руке знака зверя, то тогда вы сможете и покупать, и продавать. То есть будет абсолютный социализм. Кто-то может получить их, кто-то может получить этот знак случайно, случайно, не зная этого. Можно случайно? Потому что люди спрашивают меня, вакцины, вакцины, это знак зверя. Я вам хочу сказать, что нет, невозможно этот знак получить, не осознаваясь. Я вам хочу сказать, если вы верите, так как я верю, мы, церковь, будем изъяты и с земли в этот момент, нас не будет там. Но даже если мы там, да, будем, запомните, запишите, вам они будут нужны. Вы невозможно получить этот знак, не понимая, на что вы идете. Будет очень ясно, в этот момент, если вы получаете этот знак, это знак, то, что начертание, вы будете заявлять тем самым, что вы будете поклоняться зверю. Вы будете говорить, что я в союзе со зверем, я в союзе с сатаной, я в союзе с лжепророком и антихристом. То есть, если вы будете поклоняться лжепророку, тогда вам будет дано начертание. Если вы не будете поклоняться, тогда вы умрете. На тот момент Будут язычники, будут евреи, которые откажутся от этого, от того, чтобы получить начертание. Либо на лоб или на руку они умрут. Я вам хочу сказать, Господь разве не помечает своих людей? Конечно, Он да. Конечно, помечает. Каким образом? По помощи Духа Святого. В Ефесянам сказано, что именно в нем запечатлены Духом Святым обетования, которые дано вам, где Господь искупает вас. Это третья глава Ефесянам. То есть Сатана пометит своих людей, но при этом и Господь поможет своих и пометит своих детей при помощи Духа Святого. То есть вы видите две дороги, два лагеря. Если вы спасенный человек, вы не возьмете на себя, не примете на себя начертание, вы не поклонитесь зверю. Потому что христиане не просто... Они не только христиане, люди, которые поклоняются Христу, но они поклоняются Христу одному. Они не поклонятся Богу. Те христиане, которые спасутся на тот момент, те евреи, которые придут во спасение на тот момент, они тогда не поклонятся зверю, они умрут за это. Тоже, с другой стороны, даже если люди говорят, что они верят в Бога, и они при этом примут начертание на себя, они потеряют свою жизнь, потеряют свою жизнь в вечной жизни. Прочитайте, что человеку, в шестой главе Матфея, что человек может дать Господу, какой выкуп может дать Богу за душу свою. Вы знаете, сейчас постоянно вам все говорят о том, что ой, столько путей к Богу. У человека есть и эта дорога, можете прийти и этой дорогой, как хотите. Но если вы искренне идете по какой-то тропе в жизни к Богу, я вам хочу сказать, вы можете быть искренним человеком, но при этом, может быть, искренне неправы. И я вам хочу сказать, мир постоянно бомбардирует нас тем, что много дорог к Богу. Я вам хочу сказать, только две дороги есть. Это для вас будет абсолютно ясно, абсолютно ясно. Не будет в године испытаний, искушений, не будет каких-то непонятно каких христиан. Если вы приходите к Богу посреди испытаний, искушений, вы знаете, что последует по дороге к Богу, это значит, вы умрете. Скорее всего, вы умрете. Не будет никаких, так сказать, непонятно каких христиан. Случайных христиан не будет. Либо будете поклоняться Христу, либо Антихристу, либо Богу, либо Сатане. И я вам хочу сказать, последуя за Христом на тот момент, будет означать, что мы пойдем на смерть. Но я вам хочу сказать, точно так же аналогия проходит и в нашей жизни. Тоже две тропы существуют и сейчас. Господь нам сначала сказал, Господь нам с самого начала сказал, точно так же, как вы будете знать и в будущем, что если вы скажете сегодня, что если вы пойдете за Богом, за Иисусом, и дорога за Иисусом, это значит, вы будете отказываться от себя, это значит, вы будете страдать, вы будете умирать. И при всем при этом, это точно так же является дорогой, которая приведет вас к славе. И в Божьем Царстве, в Божьем Царстве дорога наверх, это дорога вниз. Дорога, чтобы возвышаться, это значит, что унижать себя. И дорога ко спасению, это смерть. И с Петром, помните, как Иисус говорил в Кесарии Филипповой? Спросил Матфея, за кого почитают меня люди? Христос сказал, и Петр сказал, ты Христор, ты Христос, сын Бога живого. И что сказал, что сказал, что сказал Бог ему на это? Что Бог открыл тебе, Господь тебе открыл, что я таковым являюсь. Не человек, но Бог. И Петр в этот момент стал немножко таким, как бы, своевольным. Но не надо, чтобы с тобой происходило то, что ты о том-то предвозвещаешь, что произойдет с тобой Иисус. Он сказал, отойди от меня, сатана. Послушай меня, Петр, не только я умру, но ты тоже умрешь. Петр, не только я умру, но ты тоже умрешь. Но если кто захочет последовать за мной, кто последует за мной, пусть он возьмет крест и идет за мной. Это что? Это что? Что такое крест? Нести за собой крест? Это легкая дорога? Нет. Здесь объект нашего, я вам хочу сказать, объект нашего поклонения, это фактически, это петля, петля смерти. Потому что мы тогда оказываемся в совершенной воле самого Бога. И мы пойдем туда, куда он нас поведет. И я хочу вам рассказать так, как он и есть на самом деле. Мне не хочется, чтобы вы думали, что если вы последуете за Христом, у вас будет легкая и прекрасная жизнь. Нет, абсолютно. Для меня в Гефсимании, когда Иисус молился перед смертью своей, это, Господи, ты отведи от меня, но отведи, отведи от меня. Конечно, Господь с радостью не ждал того момента, что ему надлежит пройти через испытания, через трудности, через страдания, через пытки и, в конце концов, смерть. И быть отчужденным от Бога. Нет. Но Господь в конечном итоге сказал, что Он говорил, что пусть не моя воля, но твоя воля будет сделана. И поэтому, христиане, мы должны постоянно говорить, мы должны отвергать себя, отказываться от себя, отвергаться себя, отказываться от себя, чтобы подчинить себя полностью совершенной воле Божьей. Я понимаю, что... Я не говорю сейчас о лже-пророках, о лже-пророке, но побудьте со мной еще на этой, немножко хотя бы на этой теме. Вы знаете, сколько людей хотят, чтобы Иисус сделал, как они хотят, а не как они хотят, а не как Иисус хочет. Это ложное христианство. Им просто хочется такого Иисуса, которого они сами для себя сделали. Они добавляют Иисуса к своей жизни, для того, чтобы Он помог мне достичь своих целей, своих объектив определенных в жизни. И я вам хочу сказать, да, я хочу Бога, чтобы мне стать более лучшим предпринимателем. Да это не то, к чему призывает нас Бог. Бог нас призывает, грешников, где бы мы должны узнать, что единственная надежда – это Иисус, потому что мы настолько грешны. И Иисус пришел не для того, чтобы исполнить ваши мечты, но для того, чтобы умереть за ваши грехи, потому что это был единственный способ, как вам иметь отношение с Богом, с Ним вечно, на небесах, всегда. И поэтому я вам хочу сказать, что посреди испытаний у нас есть тенденция смотреть на то, что будет в будущем, при кончине века, и при этом упускать то, что происходит сейчас, какие тропы открываются пред нами, пред нами сейчас, вот в сегодняшнем веке. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Люди много раз говорят разные моменты по поводу того, что пытаются понять, интерпретировать, что это 666, что это значит. Я вам хочу сказать одно, что я слышал с самого начала, люди, что говорили, думали о том, что это, то, что думали, если вам дается какой-то паспорт, и там 666, и вам дается какие-то права, какие-то права вам даются, если там знак 666, люди этого очень боятся. И я вам хочу сказать, почему я вам говорю, будьте осторожны, когда вы пытаетесь что-то разгадать, интерпретировать. Я вам хочу сказать, начертание на лбу и на руке – это будет то, что невозможно будет упустить, вы будете осознавать, что вы делаете. Если вы верите так, как я, я считаю, что церкви нас, вас на тот момент не будет, только будут люди, которые спасутся во время этого, в это время. И я вам хочу сказать, Господь всегда говорит о том, что, если посмотреть на Писание, что вот, что где говорится, говорится о том, что Господь свят, 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 зачастую упоминается, зачастую упоминается, вот, троица, что Господь свят, свят, свят. И мы можем увидеть, что в Библии, говорится, упоминается 7, 7, 7. Это фактически число, которое упоминается, чтобы показать правдивость того, что Господь, именно поставить акцент на то, что Господь хочет поставить под ударение. Возможно, здесь 666 – это 666. Что это показывает грех. Грех олицетворяет собой грех, что тут ложь, сатана, который приносит ложь. Тактика сатана не изменилась с самого начала. Мы с вами постоянно спариваем, мы с вами под вопрос ставим, Божье слово, истинно ли оно? И как мы с вами можем найти, именно, найти наше призвание в жизни? Сатана говорит нам, вы следуйте, как вы хотите, делайте, что хотите. Как вам хочется? Можете оправдать свое поведение на здоровье. Я вам хочу сказать, я когда родился, я родился, чтобы быть грешником. И люди так и не рождаются, чтобы они делали, что они хотели. Это ложь сатаны, я сейчас говорю вам. Потому что это дорога, которая ведет к вашей смерти, ведет к боли, ведет к разрушению, ведет к разочарованиям. И в конечном итоге она поведет вас к коду. Господь не пришел вас спасти, потому что вы были хорошим человеком. Он пришел спасти вас, потому что вы грешник. Вы являетесь грешником для того, чтобы избавить вас от ада. И я вам хочу сказать, если бы Господь оставил нас погибать в наших грехах, мы этого абсолютно заслужили. Но Господь настолько возлюбил мир, что не пожалел и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Нему не погиб, но имел жизнь вечную. Господь нам дает спасение. Он жизнь свою положил за нас для того, чтобы нам дать жизнь, жизнь с избытком, вечность небесную. Он единственный, кто приведет нас к Богу. Спасение не может быть найдено ником, ни в людях. Есть только одно имя, которым надлежит нам спастись, и это через Сына Божьего Иисуса Христа. И я вам хочу сказать, легче гораздо верить в себя Ему, преклонить колени сейчас пред Ним, собериться пред Ним, принять Его своим спасителем, чем пройти через то, что надлежит пройти людям, отказаться от Него и быть биржаном в огненное озеро. Меня пригласили на определенный пойти на банкет завтра. И завтра, конечно, День Святого Валентина, и будут все говорить о любви. О чем можно говорить? Первая Коринфянам, 13 глава. Правильно, что такое любовь? То, о чем и говорит апостол Павел нам. Но в конце говорится о том, любовь все претерпевает. Это то, что говорится в конце 13 главы, первое послание Коринфянам. Любовь претерпит все. Как миссионеры претерпевали, могли выдержать страдания. Подумайте, что произошло с апостолом Павлом. Сорок раз без одного ударяли его. Сколько раз он получал эти плетки, жуткие нарезы на теле. Его побивали камнями. Как он мог выдержать? И несколько лет назад мы поехали в Уганду. Пасторы, которые приехали из Дарфура, они рассказывали, многие из них рассказывали о том, как детей своих и жен убивали пред их глазами, потому что они верили себя Христу. Они не отвергли Христу. Они не отошли от Христа. Они даже, более того, каким-то образом они выдержали, и они пошли в конечном итоге в семинарию для того, чтобы проповедовать людям, которые убивали их, жен и детей. Как эти люди выдержали? Как можно выдержать все до конца, если будет вас голодом морить? Как вы можете выдержать? Как можно долго терпеть? Как можно выдержать это все? И Писание говорит, любовь Христа поддерживает нас. Как мы выдерживаем сегодня? Вы знаете, во многих аспектах преследования, которые происходят с нами сегодня, оно настолько незначительное по сравнению с тем, что притеплевали верующие перед нами в истории. А как мы можем это выдержать? Потому что мы нашли сокровище, гораздо более драгоценное, чем этот мир может дать нам. Что бы ни случилось со мной, я буду хвататься за Христа. Я буду хвататься за Бога. Сегодня, если сегодня вам дали, вам сегодня Билл Гейтс послал вам все ваше богатство. Если вам дали богатство Билл Гейтс, чтобы это все было на одном условии, где вы могли отказаться от Христа, никогда больше не иметь взаимоотношений с Богом, сколько из вас бы отказались тогда от Христа, чтобы преобразить это богатство? Никогда мы на это не пойдем, потому что мы обладаем самым великим, самым прекрасным, самым удивительным богатством, потому что ничто не может сравниться с тем, чтобы познать Иисуса Христа, где мы поклоняемся страданиям Христа, для того, чтобы нам обрести воскресение в тот момент, когда Он призовет нас. Есть у нас гимн сегодня. Я долго жду этого гимна. Он мой самый любимый. Я бы очень хотела иметь Христа. И я только хочу иметь Христа. Вот пастор Билл приходит на сцену. Можно мы с вами споем этот гимн? Этот гимн. Вставайте, пожалуйста. Вставайте, пожалуйста. Кто бы сегодня не слышал, вы будете сейчас слушать мое не самое хорошее пение. Я хочу больше иметь Христа, чем иметь золото, чем иметь сокровище. Я пусть лучше буду Вадим, Вадим Богом, у которого распятые, у которого распятые были руки за меня. Я хочу больше быть Его, чем обладать богатством, богатством большим. И я пусть лучше обладаю Иисусом, чем дворцами, чем обладать дворцами. Я бы больше хотела следовать за Иисусом, больше, чем что бы то ни было здесь на земле. Что бы мне мир не предложил, это ничего по сравнению с тем, чтобы знать Иисуса. Он лучше, чем Лилии. Мы сейчас споем еще один куплет. Он мой самый любимый, говорит пастор Чат. Вы знаете эти слова Мабом Петя. Он лучше, он красивее, чем Лилии. Самого редкого цветения. Он слаще, чем мед. с самых красивых сот. Он все, что моему голоду и духу нужно, я бы лучше имел Иисуса, чем что бы то ни было, я могу получить на этой земле. Я бы лучше, чем Лилии. Я бы лучше, чем Лилии. Я бы лучше, чем Лилии. Спасибо тебе, Господь, Отец, за Иисуса. Мы сейчас потерянному миру заявляем, что больше мы хотим иметь Иисуса, чем что бы то ни было на этой земле. Помоги нам выстоять посреди того пропасти того, что мы сейчас видим, что наблюдаем. Пусть мы заявляем всем, что мы лучше будем иметь Иисуса, потому что мы знаем, к чему Он нас и к кому Он нас ведет. Господи, если кто-то сейчас есть, Господи, просто кто не знает Тебя, я прошу Тебя, чтобы Ты безо всякого объяснения привел этих людей к Тебе, чтобы они увидели свою удивительную любовь. Сейчас Вам дается возможность ответить на призыв Бога. Вам дается сейчас возможность обратиться к Богу, выйти и принять решение в отношении этой воли, последовать Вам за Ним или нет. Хотите ли Вы последовать за Ним, выходите. Хотите присоединиться к нашей церкви, выходите. Хотите помолиться, выходите. Но знайте одно, что Вы никогда, никогда не будете сожалеть о том, чтобы последовать за Богом, нашим Иисусом Христом. Дальше будет причастие, так что я буду продолжать переводить. Продолжение следует...